Всем привет! Хочу поговорить о колодцах, которые делает на дорогах. В вашем городе, где вы проживаете, тоже так же криво делают. Допустим, когда машина едет по полосе, колодец должен как бы не попадать на колесо, либо правым, либо левым. Он должен стоять либо с краю дороги, либо как-то на линиях, либо посередине, чтобы колеса и между колес пропустить. А вот у нас, в Литве, в Вильнюсе, делают эти колодцы как-то как не в попад. Вот такой вопрос у меня возник. И мы один раз делали ремонт архитектору Вильнюса. Ну, не буду называть там фамилию, это не важно. Он сказал, что, ну, якобы раньше в Советском Союзе, значит, делали как-то вот так похабно эти колодцы, где попало. Ну, и поэтому как-то на это не обращали внимания. А теперь, в Литве, говорит, делают уже правильно. Ну, и вот, можете вы сами понаблюдать. Мы едем по такой объездной дороге, ну, не кольцевая еще, пока она с краю идет, там, южный объезд Вильнюса и западный. Вот едем по южному. И эта дорога делалась уже новая. Вот уже она, по-моему, если не ошибаюсь, после того ремонта, после архитектора. Или во время ремонта, ну, где-то это было, наверное, 2017-й, плюс-минус, 2017-й, 18-й год, 16-й, может, не помню. Она новая. И вот, понаблюдайте, эти колодцы, где попало. Ну, один чуть, допустим, вот линия пунктирная идет между двумя полосами. Вот, один чуть-чуть ближе к линии, другой чуть-чуть левее. То правым колесом попадаешь, то левым. Такое чувство, что они специально делают. Потому что, когда едет машина, все-таки она груженая. И если ошибка, там, допустим, на один сантиметр, колодец ниже, или на полсантиметра ниже асфальта, то постоянно получается небольшой удар. Со временем, ну, так, тук-тук, тук-тук, со временем колодец проседает, потому что грунт не может выдержать, ну, многотонный поток машин, и все время там идеально. Он все равно трамбируется как-то, трамбуется. Ну, и вот, и получается, что колодцы проседают. А когда уже просядет колодец, ну, наверное, на два сантиметра, то удар уже нормальный слышен. И он еще больше будет проседать, особенно, когда груженая машина там по 10 тонн едет. Вот. Потом они это переделывают. Так вот, у меня вопрос. Неужели нельзя взять и сделать нормальные эти колодцы как-то справа? Либо посередине, между двумя полосами, вот по пунктирной линии? Неужели так важно, там, вот она, тут должна вот в этом месте быть? Неужели нельзя передвинуть, там, хотя бы на, не знаю, полметра? Или, там, 30 сантиметров? Вот. Или просто они не обращают на это внимания? Так вот, даже и вопрос. Потом этого архитектора мы не видели. Так интересно бы ему задать. Есть же новые дороги, которые у нас построились. И все равно так же по тому же принципу Советского Союза. Вот я знаю, что есть люди, которые не любят Советский Союз. Из-за того, что одни не жили, другие еще по каким-либо причинам. Но начинают его хаять. А потом посмотришь так внимательно, так мелко, детально все это, пара анализируешь, как у нас все происходит. Так так же. Так, как и в Советском Союзе. Так чем они отличаются? Ничем. Вот. Ну, ни одной дороги я еще не видел. Вот я как-то обращал внимание в Польше. Мне кажется, то же самое. Колодцы где попало? В Латвии как-то не помню. Наверное, так же самое. Или эти горочки, допустим, называемые лежачие полицейские. Ну, раньше были лежачие полицейские. Сейчас мало где есть. В основном делают горочки. Вот, обратите внимание. Вот. Раз. Вот эта горочка. И таких, я понимаю, что около школ, при въезде в деревню какую-то, там, когда ограничение скорости, вот 90 скорость, потом надо ограничить до 50. Я понимаю, еще можно поставить горочку, потому что скорость, чтобы снизил бы. Может, водитель задумался. Вот. Но они делают и на одной стороне, и на другой. Значит, кто выезжает, тоже горочка. Зачем? Вот этого никак не могу понять. Или начинает каждые 200 метров. Одна горочка, вторая. Такое чувство, как под трамплином ездишь. Вот. В Литву выезжаешь, допустим, в Польше, очень мало этих горочек. Там только встретили, где-то в Варшаве, пару штук, а так проехали 500 километров. Нету нигде. И у нас выезжаешь в Литву, так как этот, как в дурдом. Такое чувство, что кто-то увидел, скопировал и начал клепать везде. Как будто без них это катастрофа уже. Ездили без них 100 лет. Они не очень-то и нужны. Только машину ломаешь. Ну вот, вот у меня насчет колодцев такая вот мысль пришла. Уже давно. И нельзя их сделать ровно. Это невозможно. Это надо очень много вкладывать деньги. Денеги, то со временем они осядут. Так вот. Ну а дальше, сейчас мы уже вот подъезжаем на работу. В данный момент работаем здесь. И после работы поедем в новый Литву. Сможете посмотреть. Немножко поснимал цены. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Эти детские! Очень вкусно! Они без всяких приправ ненужных крепчиков! Казахстан! Хорошо! Творог 99 центов! 98! 98! Да! 250 грамм! Да! Так килограмм там около 4! Айран! Айран уже показывал скидка вместо 59 центов 39! Тоже по 45 центов! А что это? Крудета ворчки! Творог какой-то! Зернистый! Зернистый! Как он там? Что у нас? Йогурт? Это йогурт мой! Под 98 центов! 98 центов! И макароны! Каннели! 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 Ну, которые можно мясом там... Зафаршировать с мясом! И потом потушить! Мммм! Вкусная ежа! Чисто итальянская! Слюнки текут! А сколько стоит? Мммм! Коробка! Там что-то... 100... 250 грамм! Вообще не скажу! Евро 59 мне кажется! Евро 50! Понятно! Недорого! Зато кастрюлю большую! И за все это отдали мы им... За это мы отдали 31 евро! Ну, 29 чем-то! 31! 31? Или 29? 29 евро! Вот купили кастрюлю в Норфе, которая вот там на той стороне дороги. Скидка 40 процентов! Вместо 50 евро... Сколько там? Два... 30, да? Заплатили? Ну да! 40 процентов скидка! 40 процентов скидка! Пусть... Конечно, пустая! Там... 13 литров, да? Сказал? 13, да! Забыл! 13 литров! Большая кастрюля! Ну, на эти... Помидоры я на зиму тушу! Там всякие кетчупы делаю! Да! Ну все! Ставь коляску и едем! Играет музыка! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok